Яков Ильич Кедми. Яков Ильич, скажи мне, пожалуйста, что твой профессиональный взгляд выхватил из ставшими уже традиционными беседами президента Российской Федерации, военными совещаниями, где с одной стороны сидят заказчики, с другой стороны сидят производители оружия. То есть, прозвучало там много важных заявлений, но профессионал слышит их особенно. Ну, там было несколько очень важных заявлений, которые и определяют нынешнее состояние вооруженных сил России и определенные направления на будущее. Возвращение нынешнего состояния в том порядке, в котором он начал. Первое. С вводом вооружения, то есть, когда будут поставлены на вооружение в ближайшее время ракеты С-500, заканчивается в сущности становление системы противоракетной, противовоздушной обороны России, которая была назначена. Многолетняя программа установления новой системы обороны от всех видов ракет. Она уже, ее комплектация, ее вход в строй закончен. На всех уровнях, против всех видов угроз, которые идут с воздуха, с неба. Все виды ракет, все виды самолетов и прочее. Система обнаружения, система целеуказания. Все это, вот эта вся система, согласно тому, что сказал президент, заканчивается. И он сказал, а теперь, товарищи, давайте все силы на разработку нового поколения того же самого. Но тут это очень важно в свете того, что, когда американцы вышли из системы ПРО, в свете предстоящих переговоров с американцами о стратегических вооружениях, со стратегической точки зрения это важнейшее то, что было сделано. И не зря он с этого начал, потому что система обороны, особенно стратегической, она является основой всего соотношения сел. Ты говоришь, защита от всех типов ракет, включая гиперзвук? Включая гиперзвук. Включая гиперзвук, который будет у американцев. А тут эта система, то есть, когда, если дальше развитие, когда он сказал, давайте разрабатывать новое дальше, это значит тот гиперзвук, который еще даже не разрабатывается в Соединенных Штатах, и все виды возможных угроз, которые могут идти с неба. Второе, то, что он сказал, очень важно. Это то, что он говорил о морской составляющей. Во-первых, надо понимать, что основная стратегическая и военная сила Соединенных Штатах на море это корабли, это подводные лодки, то есть все, что оттуда идет. И тут Путин говорил о двух направлениях. Он говорил, во-первых, о морской составляющей. О морской составляющей, он сказал, заканчивается комплектация соединений, то есть это не отдельные модели кораблей, а соединений береговой и морской обороны. То есть корабли, которые должны оборонять берега России, соединения по основным направлениям, а основное это Тихоокеанское, их комплектация заканчивается. То есть и эта система обороны, основной ее этап, который пытались и был поставлен на цель закончить как можно быстрее, закончен. Смысл этого того, что она отгоняет американские платформы на море, как подводные, так и надводные, за более чем тысячу километров от берегов России. Когда я говорю берегов России, а Курильские острова – это тоже береги России? Я не говорю только о Охотском море даже. И не только там. Это имеется в виду и Черное море, это в виду Балтийское море, но основное – это в виду Северный флот, но основное, что комплектация этих соединений, то есть система обороны, береговой обороны, прибрежной охраны России закончена. Дальше начинается следующий этап. И тут он указал совершенно четко два направления. Первое направление, он сказал, это усиление авиационной составляющей флота. Авиационная составляющая флота – это атакующая часть, которая должна будет угрожать американским военно-морским силам, как надводным, так и подводным. Чтобы предотвратить их стратегический удар по России. С воздуха. Вероятно, вероятно, те же самые силы могут воспрепятствовать и воздушной составляющей американской ядерной триады, то есть самолеты со стратегическим оружием. Это Б-1 и бомбардировщики, и Б-52 старые. И, вероятно, различные варианты, если они будут использоваться, это Ф-22 и Ф-35. Ну, это на ближних расстояниях. Вот эта морская составляющая, она также ударит по авиационной составляющей, но на дальних подступах к России, поскольку она морская, она действует над морскими просторами, а морские просторы, как раз там они и должны летать. Второе, еще более важно, он сказал, мы приступаем к созданию кораблей и морских соединений на дальнеморской и океанской, дальнеморские и океанские просторы. То есть это строительство более крупных кораблей, которые будут действовать в открытом море и на океанских просторах. Это за пределами Курильских островов, это в Атлантическом океане, это и в Тихом океане, это насколько это будет необходимо и в Северном океане и в этом отношении. То есть это атакующая составляющая, которая должна нейтрализовать американский флот, американские платформы на море, как подводные, так и надводные, на дальних расстояниях от России, то есть тысячи и тысячи километров. Когда такая составляющая есть, она не только оборонительная, она атакующая. То есть она может представлять угрозу американским стратегическим базам и самим Соединенным Штатам. В этом отношении Россия выходит на новый этап развития флота по этой программе, который будет противодействовать и не менее опасен для Соединенных Штатов будет, чем американский флот сегодня для России, по крайней мере, по своей способности, не принимая во внимание систему обороны России. Учитывая географию Соединенных Штатов, это намного опаснее для Соединенных Штатов, потому что это заставляет Соединенные Штаты перейти от той системы обороны, которая у них сегодня против баллистических ракет, которая остановлена в основном против ракет, которые идут через Северный полюс и немножко на юге, то есть два-три направления, которые прикрывают, американцы должны будут выставить, круговую систему обороны, то есть прикрыть Соединенные Штаты со всех сторон. Это колоссальнейшие расходы для американской обороны, которые могут произойти весь американский бюджет, который сегодня есть. На развитие этой системы, на установке, на введение в строй. Этого сегодня в Соединенных Штатах нет. У них нет до сих пор, они только начинают разрабатывать первые виды ракет против баллистических ракет, старых, которые есть в России. У них нет сегодня системы обороны против крылатых ракет, особенно с суперзвуком. У них нет системы обороны для ракет стратегических, которые есть в России, с сверхзвуковыми зарядами, которые могут, каждая ракета может нести 3, 4, 5, 6 зарядов, если мы говорим о Сармате, который сейчас начинает входить в строй. И Авангард, который может быть, Сармат может взять несколько боеголовок типа Авангард. — С какого момента начинается реальная угроза? С какого момента начинается реальная угроза? Потому что один момент — сделать опытно-конструкторские образцы. — Во-первых, Сармат уже входит на вооружение в ближайшее время. Первый полк должен быть. Авангард уже стоит на вооружении, хотя на ракетах более старых, но достаточно эффективных. Они на натовском слегне называются «Стилет». Но проблема эта не столько в ракете, сколько в самом Авангарде, в боеголовке. А вот Сармат — это ракета, которая совершенно ломает всю систему противоракетной обороны Соединенных Штатов. Я хочу напомнить. Американцы построили систему противоракетной обороны прежде всего на морских платформах, это самые ИДЖИС, эти эсминцы, которые ходят вокруг, на некие системы, которые должны были сбивать баллистические ракеты, запускаемые с территории России, до того, как они выйдут в атмосферу. То есть, примерно через 20 секунд они должны были обнаружить эти ракеты и через еще 20-30 секунд навести на них против ракеты, чтобы сбить. Что сделал Сармат? Это первое. Он доходит до верхних слоев атмосферы за пределами действия этих ракет менее чем за 20 секунд. То есть, когда они его обнаруживают, что Сармат запустили, он уже за пределами их действия. Вся огромная, дорогая система противоракетной обороны, выстроенная на морских, на десятках эсминцев, ИДЖИС, она против Сармата неэффективна. Дальше это уже траектория Сармата. Его огромный радиус действия, его способность атаковать Соединенные Штаты с любой стороны, даже с юга, со стороны Мексики, которая не защищена системой противоракетной обороны. А если на Сармат поставить три или шесть авангардов, я уже не говорю о другого, то практически против авангарда оружия нету. Как только Сармата с авангардами встанет на вооружение, первый полк – это уже значительный шаг, хотя и сегодня уже в этой области есть огромное преимущество. Если говорить о морской составляющей, то бороться с американскими военно-морскими силами, в основном стратегическими, с ракетными оружиями, с подводными лодками, будут двумя способами. Тремя. Многоцелевые подводные лодки. Это ясень, то, что сегодня есть. Это корабли, эсминцы, и, может быть, будут и кроссера, которые будут на океанском, на океанских просторах это намного больше, с большим количеством ракет. Ракеты, которые там будут, это те ракеты, о которых мы говорили. Это Циркон. Это новый калибр, о котором еще не говорят, но новый калибр, он на очень передовых системах разработки, с большим радиусом, с большей скоростью, с большей маневренностью. И все другие системы, которые вырабатываются для борьбы с морем. То есть, выход на океанские просторы может полностью нейтрализовать американский флот. И поставить под угрозу все американские базы, не только Гуам стратегически, а также поставить под угрозу все базы авиационной составляющей американской триады. И вот в отношении этого, то, что я сказал, у меня вопрос. Если увеличивать и усиливать морскую авиацию вместе с созданием возможности, созданием групп кораблей океанского радиуса действия, тогда возникает вопрос. Совмещение этих двух означает появление авианосцев в российском флоте или нет? По логике, да. Все остальное это дело только технологии и затрат. Потому что действовать на океанских просторах за 4-5 тысяч километров от любых баз, даже на основе кораблей и подводных лодок с атомными двигателями, воздушная составляющая должна быть вместо с ними, а не самолеты, которые прилетят на расстоянии 5-6 тысяч километров. Это не расстояние для самолетов морской авиации, для борьбы на море. Это стратегическая авиация. Если появится... Тогда речь идет об авианосцах. Насколько это важно? Без авианосцев океанская составляющая... Эту часть я понял. Но вот насколько это меняет игру, если в России появляется авианосца. Американцев занимало. Это полностью нейтрализует... Китайцы строят свою авианосную группу. У китайцев другие проблемы. Китайцы на данном этапе у них основная проблема противостоять американскому флоту против угрозы нападения на Китай в районе в районе Дальнего Востока. В районе Китайских берегов. Южно-Китайское море, Тихий океан, за Японией. И все. У Китая... В Китае сегодня возникает тот же вопрос, как и в России. Китай хочет обеспечить безопасность торгов путей Китая, от которых зависит китайская экономика, чтобы их не перекрыли, как, например, Малакский пролив. Поэтому Китай строит авианосцы, которые смогут создать ему достаточно сил для морского театра военных действий, чтобы он обеспечил им то, что им необходимо для обороны морских путей. Но Китай тоже планирует, что как мировая держава китайский флот должен присутствовать на всех океанах. Больше, чем британских. Сколько нужно авианосцев? Это вещь. Количество и качество военных кораблей зависит от тех целей, которые стоят перед ними военно-морское командование. Военно-морское командование выходит из тех целей, которые стоят политически и от тех угроз, которые есть. У Соединенных Штатов есть сегодня практически каждый флот есть своя одна-две авианосные группы. У них есть практически, которые можно использовать, хотя у них есть 12 авианосцев, у них есть от 6 до 8 боеспособных авианосных групп. Это свыше десятка кораблей каждая группа, потому что авианосец не идет один. Возь него есть крейсеры, у него есть эсминцы, есть подводные лодки, есть только боевые корабли, есть корабли воздушного прикрытия, те же самые Эйджис, которые прикрывают его от атак с воздуха. Вопрос, как будет поставлен в России. Американцы сейчас разрабатывают новый тип авианосцев, несмотря на то, что они разработали, Генри Форд, они только ходят в строй, но они уже закладывают принципиально, а что будет через 30-40 лет. То есть борьба на море, она будет продолжаться, по крайней мере. И для этого то, что Россия выходит на океанские просторы, говорит, во-первых, о двух вещах, о том, что уже созрела российская армия и флот для того, чтобы противостоять американцам на океанских просторах, а второе, что по оценке руководства есть достаточно технических, технологических и финансовых возможностей начать строительство также в этом направлении. Это обозначает, что наше представление о российской экономике, вежливо говоря, некорректной. То есть экономика гораздо мощнее и сильнее, чем то, что принято думать с широкой Она по-другому используется, не надо ее рассматривать по стандартам американской экономики или британской. Например, сейчас утвердили бюджет? Утвердили бюджет в России? Правильно? А что там одна из важных вещей? А у нас профицит. Первый раз не надо занимать деньги у Национального банка. Или, если переведем это на понятный людям язык, не надо печатать триллионы долларов, как печатают американцы. То есть бюджет, он уравновешен. И это что самое главное? Несмотря на все крики и на всю критику справедливую, больше или меньше, Россия может составить с одной стороны уравновешенный бюджет, который с профицитом, а с другой стороны развивать такими темпами в той мере, в которой ей необходимо военную составляющую, опережая все страны мира в этом. И в этом направлении очень скрупулезно подсчитывают необходимую силу, а не сила есть, ума не надо. То есть то количество и то качество кораблей, которые строят, оно должно отвечать конкретной задаче и не создавать сверх того, что необходимо, постепенно наращивая эту мощь. То есть то, что произошло сейчас, то, что сказал президент Сочи. Несмотря на все проблемы экономики, на все проблемы технологии, на все, что есть, Россия закончила два основных проекта по обеспечению беспопасной России. Это противоракетная, противовоздушная и морская. отец. Продолжение следует... Продолжение следует...